ребят всем привет доброе утро всем кто будет кушать возможно со мной так у меня сегодня два вида котлеток это овощные котлетки это куриные вот такая пп ватрушка кубникой расскажу как готовила соскучилась по своим любимым хлебцы с свеклой у меня просто даже не отварная свекла мне спрашивал кто-то уже цикла дело микроволновки 5 минут в пакете здесь у меня свекла немножко соли перца и зелень все я люблю очень такую даже не без масла без всего сметанка и водичка с лимоном так очень пасмурно немножко поворчусь покручусь чтоб сесть поудобнее так начнем с свеклой хлебцы кому интересно из сообществе фотка так извините если опять с микрофоном кое-что меня очень отвечу на вопросы слушайте такие нешуточные страсти по поводу того предыдущего вопроса который мне задала кристина ну вчера с мужем ходили на гору на длимер джип тоже сообщество выложила фотки и маленько сняла такой ролик и в общем я ему рассказала про этот вопрос начисто решила с ним пообсуждать эту тему его точку зрения послушать ну и было немножко удивлена кстати но не в неплохом смысле слова но аллергия кто не знает я аллергик девушки пишут тоже в комментариях о том что в основном никто бы не простил и и мой муж сказал что так поступают только слабые мужики ну он так вот как если бы я понял что не разлюбил или я там не рассматриваю больше тебя как партнера во всех отношениях сексуального морального до полугода я бы был честен в первую очередь по отношению к себе не стал бы быть с человеком который мне не возбуждает там не нравится вообще помню какие то есть но зачем то есть там нужно выполнять долг до супружеский но тебе уже не хочется и вот насколько ты себя должен он говорит не любить чтобы спать с человеком и который там противно не нравится но стоит это унизительно для самого себя мы конечно я бы сказал и пошел бы получать удовольствие но от того человека которому неприятен ну то есть первую очередь это неуважение к сакс собственному к собственному к самому себе короче ну и уже потом женщине в которой ты живешь ну и девчата многие пишут что не простили бы несмотря на то что мне 35 лет я вообще иногда рассуждаю как ребенок я просто всегда думаю как бы могло бы быть но я не знаю как бы могло быть но я как правило не не поступаю так как размышляю на момент когда со но этого не происходит если кто-то сейчас понял о чем я то есть я думаю то я тут вот вот так поступаю когда случается эта ситуация веду себя абсолютно по-другому ну то есть и поэтому когда мне что-то спрашивать я когда я не знаю но вот сейчас я думаю что я поступлю вот так но когда у тебя включается защитные функции организма такие как стресс паника и истерика ты ведешь себя ты не можешь предположить этого поведения вообще заранее поэтому можете я бы не простила и вообще бы убила бы обоих сразу это к вопросу о предыдущем видео теме спасибо большое девчонки что пишите очень было приятно и подумать поразмышлять даже на эту тему полезно иногда вопрос от марьям и сша точнее марьям и . ш я ваша новая подписчица она спрашивает если у меня дети и ирина ей отвечает на комментарии что это не совсем тактичный вопрос ириша все в порядке и марьям тоже задала вполне но обычный вопрос все хорошо нет детей у меня нет не очень хочу но у меня есть некие проблемы с здоровьем если не буду углубляться но если интересно пишите я расскажу может посвящу даже целое видео своей травме которые у меня случилось но в предыдущих видео есть рассказ о том почему я не могу родить ребенка забеременеть я могу родить не могу ну нет я могу это это просто очень большой риск того что я либо я либо ребенок не выживет так олеся лось тебе привет товарищ и всем девчонкам привет не буду за каждому отдельно потому что я не поп-звезда не супер какая-то знаменитость чтобы передавать приветы олеся спрашивает самый запоминающийся подарок который мне дарили еще спрашивает про зайцев на заднем плане вон они типа чего это за зайцы это кстати такие мне миша подарил спустя год нашего знакомства его твоим уже 16 лет это кстати какая-то хендмейдная работа видите написано идеальная пара и так они склеиваются я их везде за собой таскаю я кстати загорела может быть видно лицо пока красное уже такой коричневую отдает какой самый запоминающийся подарок который мне дарили котлетки овощные так здесь у меня капуста морковка лук много всяких приправ какие любите такие добавляйте одно яйцо и 2 столовые ложки кукурузной муки капусту морковку лук я изначально пассеровала чуть-чуть но остыли овощи добавил туда яйцо 2 столовые ложки кукурузной муки специи готова пожарила на обжарила котлеты куриные оладушки фаршик куриный можете не куриный такой вам нравится тоже одно яйцо лук чеснок а кабачок тоже обжарила и готова самый запоминающийся подарок наверное это из детства я вот к сожалению не помню на какую дату это было но это больше был даже не вот этого вот коробочка подарок был видео представление ко мне пришли я понимаю одноклассники и к нам пришел не знаю детский как на сейчас вот есть праздники для детей устраивают нам пришел клоун шариками с конкурсами с различными там тоже спасибо подарочками наверное от родственников потому что они подготовились и мне но мне их вручал клоун клоун потом там еще какие-то персонажи были я уже сейчас но я помню вот именно сам праздник такой он был прям обалденно яркий красочный такой веселый можно ли это назвать подарком ну да родители организовали у меня мама такой праздник это из детства а уже во взрослом возрасте я не знаю я не люблю говорить о том что животное это подарки мне на день рождения подарил муж мою собаку который уже с нами нет но это было приурочено к моему дню рождения я хотела собаку очень хотела почему это было подарком потому что я не ожидала что это будет так то есть я думаю мы поедем сами и заберем но я помню это был будний день у меня день рождение было в будний день у меня была на работе я приехала домой поздно у меня открывают дверь Миша сидит в прихожей а на руках у него наш вилле я обалдела он мне говорит поздно познакомься это твой новый друг что-то такое он сказал по паспорту его звали Вильгельм Вильгельм Джокарт мы его сразу назвали коротко Вилли это наверное был такой тоже ну то есть уже сознательный возраст такой запоминающийся момент но мне как и тяжело говорить что мой Вилли был подарком главный был подарком судьбы ну достался получила я его в свой день рождения и задать вопрос Ольга Яковлева по-моему эта девушка мне уже задавала вопросы спасибо большое Наташа расскажи о своем самом классном свидании как муж сделал предложение классное свидание свидание это было наверное это было не с моим мужем но я про вспоминаю из таких первых это капуста это не волосы в юном возрасте мой первый молодой человек я была еще школьницей он старше меня у нас был он работал в ночном клубе в Москве раньше такой клуб был инфинити может кто-то помнит кто смотрит меня в Москву знает вот он там работал барменом а я еще ну он уже взрослый все да я это еще юная девица школьница он пригласил меня в клуб а там там еще был кинотеатр в этом же здании в этом же клубе на первом этаже на первом этаже был кинотеатр и вот короче мы с ним встретились в этом клубе но он там знал соответственно тех кто работает в кинотеатре и у нас такое было как свидание я не помню какой фильм как что за фильм был мы были вдвоем в одном зале ну в целом зале вдвоем ели пиццу смотрели кино так смотрели целовались обнимались наверное это было самое напоминающийся потому что она была опять же в юном возрасте и одно из первых свиданий ну а так много таких свиданий которые потом у меня были с моим мужем будущем классно напоминающихся если я честно такой человек яркие эмоции долго помню долго вспоминаю о них ощущениях ну очень много с мишей с моим гуляли по москве какие-то такие вечера романтичные были это не были прям пойдем на свидание это просто были такие вот моменты когда ты просто бродишь по городу и заходишь в какую-то кафешку ночную там сидишь любую с ночным городом то есть много таких вот моментов было у меня с мужем а муж мой сделал мне предложение ну то есть мы были уже знакомы с ним и жили вместе десять лет и он говорил мне достаточно часто ну что мол давай 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 я не знаю по какой причине но я почему-то как-то не хотела ну я не понимала зачем то есть мы уже столько лет вместе мы уже не так считаю своим мужем то есть нам не нужна не нужна не было такой необходимости потребности ну а потом начала понимать что иначе для него это важно согласилась не было ничего необычного честно ну когда люди уже живут столько времени вместе не было там не припадал он на колено это было в мае мы с мая начали мы в августе да в мае как раз он мне сказал как-то утром просто он говорит Наташа давай заявление подадим начнем готовиться к свадьбе все будет так как ты хочешь не хочешь спелое платье он мне говорит давай не будем ну давай просто соберем там друзей знакомых близких потусим отметим я такая давай и все но когда мы только начали встречаться спустя наверно год куда мы и он мне предложил выйти замуж за него и я сказала нет да был такой момент но мы даже не поругались по этому поводу я просто сказала что я не готова если ты ждешь от меня в ближайшее время какого-то согласие будешь на меня наседать то лучше не трать свое время все больше он меня не спрашивал так ватрушки я попробую я еще не пробовал я еще не пробовал ммм вот такая она в разрезе в укусе здесь у меня по пропорциями со что я распишу интересно пишите в комментариях я опишу прям по громовкам ммм творог рисовая мука прям вообще чуть-чуть в тестях разрыхлитель яйцо а и сахарозаменитель ретрит я вообще не пользуюсь такой темой он просто у меня был я решил пакетик я решила добавить но он вообще не сладкий я сейчас вспоминаю я его куда-то уже добавляла и не поняла прикола потому что как было все не сладкое так и осталось не знаю может быть я не не то количество добавляю ну короче тесто получается такое же как на хачапури у меня есть видео предыдущего оно липкое муки в нем мало потому что в основном как бы ну большая часть это творог все на коврике у меня коврик для запекания сформировала сформировала раз два три ну такие шайбы с углублением а крем у меня мягкий творог ммм ммм сформировала досунула в духовку пока она там печется 180 градусов 15 минут пока печется мягкий творог клубника все это чуть-чуть подогрела и добавила чтобы не растекалась ложку крахмала хурульного все положила это потом достала вот эти шайбы положила в углубление вот этот крем и еще он 10 минут все готово очень вкусно очень получилось не а еще у меня добавила в этот мягкий творог ну вот в эту начинку такую свою стружку уже объелась очень вкусно ребята если добавить сахар они когда будут сло а лучше добавить мед вот будет офигенно не так вкусно учитывая то как что не очень люблю сладко прямо целом совсем не люблю сильно сладко для меня идеально ну да вот видите за счет того что здесь крахмал а сама начинка не вытекает это хотел делать с вишней но у меня осталось клубника с вишней замороженной ну ладно еще клубники пропадать делаю кубикой так что девчонки мне вопросики ваши ответила может быть не так развернуто как хотелось бы наверное вам над этим мне надо работать и вот съемки на ютуб это как способ тоже раскрыться я вообще о своей личной жизни и вообще о себе не умею ну и соответственно не люблю рассказывать но в жизни это не всегда хорошо я умею слушать рассказывать про себя поэтому этому навыку нужно тоже научиться ютуб прекрасно в этом мне помогает так что все на пользу на пользу вам может быть на пользу мне офигенно но миша моему не зайдет он любит сладкое чтобы слепалось он очень сладкое все все хорошие мои любимые подписчики спасибо за лайки за комментарии спасибо что покушали вместе со мной позавтракали может быть пообедали желаю всем хорошего дня выходные еще впереди пускай они пройдут классно увлекательно интересно занимательно всем хорошего дня настроения и до новых встреч пока пока